Казахстанские КВНщики скорбят по Александру Маслякову. Долгие годы он был бессменным ведущим телепередачи «Клуб веселых и нахучевых». Его считали настоящей легендой юмористического жанра. Маслякова узнавали с первых слов не только в России, но и далеко за ее пределами. У нас планета КВН огромна и разнообразна, и мы стараемся не упускать возможности по ней попутешествовать. Александр Масляков учился в Московском институте инженеров транспорта. На четвертом он окончил высшие курсы работников телевидения и устроился в главную редакцию программ для молодежи. Вел передачи «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «Веселые ребята» и многие другие. Но именно КВН стал делом его жизни. Клубу веселых и нахучевых Масляков отдал полвека. За этот период Александр Васильевич воспитал сотни юмористов, которые прославились на телеэкранах СНГ. Маслякова не стало на 83-м году жизни. Телеведущий дважды перенес ковид, но последнее время боролся с тяжелой болезнью. У него был рак легких. Александр Васильевич был человеком, который очень трепетно относился к своему делу с высоким профессионализмом. Он всегда очень дружелюбно относился ко всем КВНщикам, знаете, так по-отечески. Но он был очень строгим. Мы его очень сильно боялись. Александр Васильевич своим примером показывал, как нужно профессионально и очень четко относиться к своему делу. И как нужно уважать зрителя. Наверное, это было самое главное. Поэтому мы все КВНщики к нему относились с трепетом. Мы все его называли отцом КВН. Такое выражение было. Васильевич рассмеялся. То это, значит, это выступление или эта шутка были очень хрустыми. И однажды, я помню, мы выступали в Сочи, на международном соческом фестивале. И он прямо в голос смеялся на нашем выступлении. И мы понимали, если рассмеялся он, значит, это первый канал, скорее всего. И так и было действительно. То есть рассмешить его, это было целью всей жизни, скажем так, для КВНщиков. И пробить его чувство юмора было просто мечтой для каждого из нас.